Страна ФМ Лиза Калинина, Майк, вы с вами? Да это давай, это никому не интересно Голоса за кадром Я, во-первых, вам очень благодарен Во-первых, вы суперпозитивные Я с вами виделся на нашем дне рождения Которому мы уже готовимся А, так это был ты? Это был я Это не совпадение, это был я Мы помним вас и стихи И стихи О, да Но это ладно А вторые 50% Почему я рад? Я наконец-то посижу Устал вести эфир стоя А когда приходите вы, можно присесть Шикарно То есть мы можем только сидя, да? Я так понимаю Может только сидя Мы можем по-разному Но хотелось бы так Тебе я тоже напоминаю Что нас могут смотреть дети Да, смотрите, слушать Друзья, ну мы, во-первых, вас поздравляем Ну я даже не знаю Вот поздравляем мы Или не поздравляем Мы сейчас будем избираться Да, мы поженились Вы уже такая пара состоявшаяся Со стажем, я бы сказала Да, ну оформили зимой отношения Вот сегодня к нам пришли Как оно вообще? Как оно? На самом деле ничего не изменилось Если честно Да, Доминик, посмотри Если что-то, моргни Просто моргни Меня бьют Поэтому он моргает круглосуточно На мой взгляд Лично для меня изменилось сильно Когда люди говорят Ну когда мужчины говорят Что ничего не меняется Вот штамм в паспорте Это же просто там фикция Это ерунда полная Я сам так говорил Да Потом научили, как правильно говорить Игла под диктовку У меня сейчас несколько другое Другой взгляд на этот момент Дело в том, что я почувствовал Большую ответственность сейчас За Катю? За Катю, да За семью Ты это слышал? За деток, которые уже есть За деток, которые будут Я почувствовал большую ответственность Где платки? Я серьезно говорю Абсолютно серьезно Я поймал себя на этой мысли Не тот момент, когда судорожный Там подписывал Посреди, что о браке А уже позже После этого Уже после свадьбы Я поймал себя на мысли Что отношусь более серьезно Действительно Больше ответственность почувствовал Полно серьезно А хотите взгляд со стороны? Мы же здесь вот свои На стране На странулечке нашей Вы там мимишку сейчас записывали Вот Поэтому у нас же запрос на честность Как сейчас модно говорит Вот я когда вас увидел в прошлый раз А я вот особенно такой товарищ Не следящий за светской хроникой Прямо пристально У меня вообще было Полностью впечатление Что вы вот уже все И состоялись Так сказать И все там штампы поставлены А мне говорят Да вот смотри Это Доминик и Катя Они там вместе Я говорю Ну и правда Действительно Вот так пришли Органично сели Я думаю Ну и правда Наверное вместе А тут вот оно что А тут вот оно что Меня вынудили Я то думал что уже Я его привязывала к батарее Раскаленной кочергой пытала Почему раскаленной Достаточно просто теплой Тоже больно Запомнилось теплым Тоже больно Какая разница Слушайте Ну короче у вас все в порядке Все хорошо Мы так долго к этому шли На самом деле никто из нас Что? Катя можно уже сказать Как долго? Это важно Как долго? Ну сколько мы к этому шли Сколько? Слушайте Так интересно получилось Когда сейчас был вопрос Сколько вы к этому шли Саша звукорежиссер У меня говорит в ухо Тридцать секунд Ну и все-таки наверное Тридцать секунд сейчас до песни А шли-то сколько? Четыре года Четыре года Четыре года Нормально Вы понимаете Я Доминик Вот ты меня поймешь Для чего я это спросил Сейчас этот ответ Спас очень многих мужчин Вот кто ты сейчас вдвоем слушаешь Что это он? А вот смотри А я тебя пилю А он мне говорит Ну а как А вот у Доминика Четыре года У нас еще три Пять было На самом деле пять Мы скоро вернемся Друзья Дорогие друзья Страна ФМ Не только телерадиоканал Но еще ваш лучший друг Особенно для вас мужчины Потому что в конце Вот когда уже Сейчас играла песня Мы смотрели клип Мы узнали что все-таки Не четыре года было Это только пять Пять Друзья Кому-то мы спасли год У вас по-другому Можно представлять Молодожены Молодожены Доминик Джокер Катя Кокорина Сейчас она еще горько крикнет Горько На самом деле На самом деле Просто Ну Я его люблю Появился штамп В паспорте Ничего не изменилось Моя любовь Только растет А так растет Значит изменилась Будет выпутываться Как муха из паутины Понимаешь Такая Да такая Умеет Умеет Я понял Я понял Как разделились У нас команды Нашего диалога Доминика Потому что Я-то обратил внимание Ответ был честный Мужской Такой авторитетный У меня ответственность Я вот у меня теперь Ответственней Все и прочее Серьезней как-то И в тот самый момент Просто Катя сидела Ну и я И я Ну что Ну он же теперь мой муж Я должна его во всем поддерживать Да хорошо что это телек Радиоканал Телек Радиоканал То есть нас могут слушать Не собрешь Да нас могут слушать и смотреть И я попрошу у вас эту запись Ребята Я очень попрошу Ссылку шкинем Легко Скажите Вот это вот то что вы сейчас Уже пара семейная Еще и бизнес пара Работаете и живете вместе Нормально Да На пряга вполне То что мы живем вместе И то что мы семейная пара Нет То что вы работаете вместе И работаете вместе конечно Бизнес Нет это очень удобно на самом деле То есть Отдыхать друг от друга Вот это все не про вас Нет Ну мы иногда Мы иногда расходимся в разные комнаты Чтобы там пописать что-то самостоятельно И это в определенной У нас не все интервью Не все концерты проходят вместе Спасибо что даешь мне договорить Всегда Нет продолжай А я смотрю Брат нормально у вас начался С пониманием Не только по комнатам Я имею ввиду что И я самостоятельно Так вот есть возможность Отдыхать друг от друга Поняли Поняли Я вообще не парюсь по этому поводу Доминик я на твоей стороне Я вообще не парюсь Поверь мне Доминик А скажи мне А ты ревнивый мужчина Достаточно Да Катя Достаточно ревнивый Катя вообще безумная Она Одни голову смотрит у нее Серьезно? Уже нет Да Вот февраля Вот кстати Со свадьбы Что-то вот изменилось И вот оно что Действительно Я стала меньше ревновать Но это только Это только к знакомым женщинам Если я вижу незнакомую Которая возле него трется там Ну имеется ввиду Серьезно? Вот я говорю Что трется Если об тебя кто-то терся Я бы тоже не вдавал Если она подходит Там улыбается Имеется ввиду Это такое выражение Мне так мама говорит Знаете что это правило? Твоя теща У меня прекрасная теща Мне с тещей легче договориться Чем с женой Да мама мне сегодня говорит Катя я тебе накажу Если ты будешь обижать Доминика Я говорю Мама Где справедливость? Какая прелесть Вот так Слушайте друзья А давайте вот кроме шуток Вот мне правда стало интересно Ну-ка Вот брак двух творческих людей Это же наоборот Мне кажется настолько вот интересно Успеваешь соскучиться Друг по другу Конечно То есть если бы это было Я не хочу никого обидеть там друзья Но если бы была какая-то Среднестатистическая российская семья Вот приходите вместе с работой В одно и то же время Да-да-да Уходите в одно и то же время Там собачки, кошечки и прочее Все равно начинает вся эта рутина Все это потолка высасывать Я правильно понимаю Что в принципе общего времени Ну не так уж и много у вас И это наоборот играет в плюс Это играет в плюс? Да, это играет в плюс Но и того времени Которое мы работаем вместе Его тоже довольно-таки достаточно И это приносит свои определенные плоды Как вот например Наша песня новая Бесконечность Да, мне конечно Подвела, подвела Да-да-да Видите, какие мощные Мы сегодня запремьеримся Да, запремьеримся обязательно Я отвечаю на этот вопрос Могу сказать Существует огромный риск То есть я бы вот сейчас Скажем так После прожитых нами Четырех лет Пяти лет Пяти-пяти Пяти-пяти Да, друзья, запомните цифру Я могу уже дать Какой-то совет людям Которые работают в одной сфере И она касается творчества Что это огромный риск Быть семьей Потому что Творческие люди Очень неуравновешенные Да Психи Да, когда что-то происходит А в творчестве Все время происходит Что-нибудь не так Что-то не нравится Ну да Что-то хотел, не получилось Или наоборот Не можешь И начинаешь себя загонять В какие-то там рамки И мы, получается, это делаем вдвоем Загоняем себя в эти рамки Соответственно, это очень большой риск И только то, что нам повезло Я вот человек неконфликтный Так Неконфликтный В целом, да Что у тебя такие Глаза побегают Кофея, Катя Начинается защитная реакция Это не копейки, это рубли Так как я человек неконфликтный И быстро отходчивый Я очень вспыльчивый Но быстро отходчивый, да Но я быстро Магноняльно отхожу Я настолько сейчас понимаю Все, о чем ты говоришь Родная, родная Да А Катя достаточно конфликтная Злопамятная Злопамятная Да, да, да Я так понимаю Мы делаем какую-то Странную характеристику Женщин и мужчин Не то, что злопамятная Она злая и память хорошая Хорошая Да, да, да Так как и сестра у меня И у нее тоже, понимаешь 20 секунд Ну закончим мысли Я заканчиваю мысль Это очень большой риск Ну, любовь и брак Это работа Работа друг на друга Именно поэтому я и медлю С предложением Лизе Все именно так Спасибо Он уже ждал Я шучу, ладно Друзья, небольшая пауза рекламная Мы скоро вернемся Будь со стороны ФМ Жаль, друзья Продолжая мысль Лизы Что вы не слышите Что здесь происходит за эфиром Потому что мы здесь Продолжаем смеяться Важная информация Друзья, если вы хотите задать свой вопрос Напомню наши контакты 909-928-1-89-9 Ватсапвайбер Сюда мы пишем Так вот что это за цифры на студии Вконтакте с стороны ФМ Да, можете позвонить нам В студию прямого эфира 495-276-0-89-9-9-9-8-9-9ам Катя Кокорина, доминик Джокер Наши молодожены Ребята – наши гости Можете подвяжусь к слову молодожим? Я помню, я обещал вам вопрос упрек. А скажите, пожалуйста, вот когда была свадьба? А кто свадьбу вел? Почему не мы? Они запомнили. Вы знаете, не то, чтобы я тогда не намекал вам на 15 августа на двухлетие нашего канала, не говорил вам те самые слова, что я веду. Те самые цифры, да, да, да. Мы тогда вдвоем, между прочим. Понимаете, да, вот скажите, пожалуйста, а кто вел свадьбу? Да, кто вел свадьбу? Вел ли кто-то? Вел ли кто-то? Вот, самое главное, у нас не было ведущего. Ой, ну а прощаем. Нет, вполне серьезно. Ну вы имеете ввиду. У нас был открытый микрофон, каждый подходил, вставал, поздравлял, кто-то пел, кто-то танцевал. У нас получилось... Ну, примерно, да. У нас получилось это... Я вот, например, я, ну не то, что противник, я никого не осуждаюсь, я не истинно в последней санкции, но я, например, для меня вот эти праздники, выкупы невесты, загадки... Не знаю, я сидела, ждала на 23 этаже. Мы там сидели, готовили эти конкурсы. Нет, ну садимся вместе, я говорю, ну да, я, в принципе, тоже не сторонник этого мальчишника. А потом она говорит, слушай, а у моей сестры 23-го дня рождения, у Полины младшей, она говорит, вот мы красноту, 70-26-го уже свадьба, давай тогда она может на дне рождения. Я говорю, ладно, хорошо, будем считать это и днем рождением, и... Вечеринка так. Вечеринка, да. Вечеринка предсвадебная. 25-го Екатерина Сергеевна уезжает в гостиницу. Ну, мне же должно быть утро невесты, правильно? Под предлогом того, что она хочет познакомить подружек невесты между собой. Правда, потому что они все не знакомы. Мои тоже не были знакомы, но это не помешало тебе. Так и что, и случилась туса? Да никакой туса не было, мы просто немножко выпили шампанского. Просто немножко 8 бутылок, 9 бутылок вина шампанского. А вы 9 бутылок, так сказать, не выпили своего пива. Вот именно поэтому он и грустит. Нет. И вспоминает меня это каждый день. Я могу сказать, что в числе предателей не только моя супруга, но и моя мать. Почему так? И моя сестра. Потому что они были на мальчишнике, на мальчишнике. Они не сказали ничего. В смысле, они мне сказали, что это... Они просто приедут познакомиться. Ты сегодня в эфире уже об этом рассказал. Напиши песню. Я напишу. Мне кажется, он книгу, роман об этом напишет. Не мальчишник. Мы презентуем ее здесь на стране ЭПМ. Но самое главное, два вывода. Два вывода, которые я сделала из этого диалога. 40 секунд. Первый. Это молодая пьющая семья. Причем женские алкоголицы. Которые неизлечимы. С матерью. С матерью. С матерьями. С матерьями. Ну ладно. Ее-то мать, я понимаю. Она поддерживает своего ребенка. Но моя мать и моя родная сестра меня прижимают. Лиза, Лиза. А самый главный вывод-то второй. Ты не заигрываешь. Знаешь, какой второй вывод? Между стойкой для микрофона и мной, и тобой они выбрали стойку микрофона. Что дальше? Можно заканчивать песню слушать. Да. Хорошо. У нас рекламная пауза, друзья. Зато весело с вами. Слушай. Слушай, ну весело. Ну что, ты прям обижен? Вот скажи. Да нет, вообще нет. Вообще нет. А, ну все. Не, мы уберем. А у нас здесь ДДКК, как я только что сейчас придумал, да? Доминик Джокер, Катя Кокорина. ДДКК. 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 ДДКК, знаете, как автомат какой-то. Был такой Титикака. Оружие. Кто о чем? Слушайте, подождите. У нас на самом деле сейчас очень важная информация. Мы сегодня заценим крутую премьеру. Мы говорим... Мы тоже заценим? Да, вы тоже зацените, да. Работа бесконечность. Это недорого. Да, работа бесконечность. Придется это получить, да? Давайте несколько слов о ней. Как вот это все? В конфликте ли это создавалось, в спорах ли, в муках, либо в радостях и легкости? В радости, в радости создавалось. Во-первых, песня создавалась перед тем, как мы пожелились. То есть это была наша свадебная песня. Это, так сказать, ода нашей любви. Бесконечный. Я просто плохо танцую. Ну да, мы решили просто... Нет, ДДК на самом деле танцует прекрасно. Он просто... Я думаю, что я бы странно смотрелся в первом танце молодых. Катя со мной очень подозрительно быстро согласилась. Ну-ка, подождите. То есть решили описать песню, потому что танец не получился в первом танце? Или что? То есть реально мотивация вода на каком-то? Он преувеличивает. Он преувеличивает. Да, он сказал просто, что я не хочу танцевать. Ему вообще тщетные вот эти все законы свадебные. То есть мы уже поняли. А я, да, я уже на свой счет принял по поводу верующих. Вот, поэтому мы все хотели сделать не так, как у людей. Вот. Пришлось... Не получилось. Да. Не первый танец, а первая песня у нас. А первая песня, да. Мы же музыканты, да? Совершенно верно. В общем, написали песню, исполнили ее первый раз на свадьбе. Кстати, очень смешной момент, то, что я не доучила слова. Но мне же нужно было... Не доучила? Мне же нужно... Девять бутылок шампанского. А вот на выучить слова песни, которые ты будешь петь... Нет, приоритеты уж тут, извините, приоритеты. И на минуточку, на минуточку. Представляет сам. Значит, я сразу всех гостей предупредила, я буду читать с телефона слова и положила рядом на клавиши, на клавишный инструмент. Просто не в мою сторону смотрела. После чего начался дикий поток негативных комментариев о том, что она поет, даже на него не смотрит. Что это такое? Сразу видно, что он ее любит, а она его нет. Это когда вы выложили в сеть? Да. Ага. Я пишу. Мне пришлось написать пост. Шила в мешке не утаишь. Да, да, да. Пришлось написать пост о том, что, друзья, я прошу прощения за такое мой некорректное поведение, но я просто не выучила слова и читала его с телефона. Я люблю мужа, да? Да. Я люблю мужа. Да, тебя уже не поверили, конечно. Кто тебе поверит единожды солгавшись? Ты выучил слова. Доминик, я просто понимаю, иначе здесь... У него не было девичника. Здесь никто больше это не скажет. Доминик, я на твоей стороне в любой ситуации будешь рассчитывать. Спасибо, Мальчик. Слушай, ну, потом... Сегодня-то уже премьера клипа. Да, да. Извините. Могу сказать, что вообще история создания этой песни, она получилась очень легкой. Очень быстрой, очень легкой. Наверное, потому что она честная. Потому что мы не планировали из нее делать сингл. Мы вот вполне... Вот вообще не планировали делать сингл. И как-то, когда мы ее спели на свадьбе, народ, который был на свадьбе, понятно, что они нас любят, понятно, что они число наших гостей и не совсем адекватных, так сказать. Не совсем адекватно оценивают творчество. Объективно. Объективно, да. Адекватно. Но все сказали в один голос, на ее нужно выпускать. И действительно, она за буквально 8 дней, она поднялась... Вернее, за 2 часа она сначала поднялась со 140-й позиции до 80-й, а потом на следующий день до 40-й, до 30-й. В чартах. 30-й, 40-й. Сильно. Без всяческой промо-поддержки, потому что мы решили промо-поддержка будет уже с клипом. Любовь творит чудеса, видимо. Ну, вполне возможно. То есть никакого здесь бизнес-подхода нет? Она честная, нет. 5 секунд, моя передача и клип. Вау! Премьер-ище, премьер-ище. Жест. Это бесконечно. Катя Кокорина, Доминик Джокер. Вообще поздравляю. И два непонятных человека, напротив. Майк Кузьгалинина, ведущий этой программы. Слушайте, получается, расскажите людям, то есть половина там уже была и свадебной съемки тоже. Да, да, у нас было свадебное видео, лавстори. Лавстори, вот. Да, лавстори. И нам так понравилось... А, вы сэкономили. Я лучше хорошо снял. Нам так понравилось, как снял наше видео-режиссер Сергей Андреев. Сергей Андреев. Сергей Андреев. Сергей Андреев. Сергей Андреев. Нет, сейчас объясню, почему Катя зависла, потому что у нас есть Андрей Сергеев и Сергей Андреев. И каждый раз, нет, один музыкант, замечательный музыкант, а второй режиссер. И, в общем, он сам, Серега сам предложил, прости, что я перебиваю, потому что время не резиновое, а надо все рассказать. Ничего, ничего, вы уже в браке, нормально, здесь так и будет. И он предложил сам сделать нам клип на эту песню. Он говорит, такие шикарные кадры с лавстори, со свадьбы. Давайте, говорит, замутим, снимем липсинги, и вообще будет все шикарно. Мы такие сначала, ну, давай, не будем, это, наверное, слишком... Ты костроме объясни, что липсинг... Я уже хотел подхватить и сказать, друзья, липсинг — это когда синхронизация с губами, то есть идет звук, а дальше накладывается картинка, и такое ощущение, как будто Алла Борисовна собирает кремлевский дворец, своими силами поет. Вот примерно то же самое. Да, собственно, то это и было. Ну, нам понравилось. Ну, сначала вы такие, не-не-не-не, да? Да, мы сначала пытались отказаться, потому что подумали, что это слишком, наверное, будет сладко. Ну, да, и мы вообще не планировали этот трек выпускать, я говорю. А, как-то говорили, свадебная песня. Ну, в альбом, да, просто это трек в альбом получилось, что это прям стало таким... Потом как-то все покатилось, так покатилось. А почему бы и нет, да? Да, да, мы решили, почему бы и нет, перед релизами летними, и Катиным, и моим, мы решили премьерить вот... Я вот скажу Кате, мне кажется, для Кати это будет ценно. Вот я такой человек, который вот за мимимишки всякие у нас отвечает Лиза. Да, конечно. То есть я, конечно, могу что-то изобразить, но это будет либо неестественно, либо наигранно. И вот когда показывают подобные вещи, вот подобные произведения, подобные клипы, вот когда я начинаю смущаться, это значит, что тронул. Вот сейчас, когда я смотрел, я вот так поглядывал, и нет-нет, да, отводил взгляд, значит классно, понимаешь? Да, а еще, я просто, ребят, спрашивала за эфиром, хочу нашим слушателям, зрителям, это прикольно. Как вот вы относитесь, когда на себя смотрите, особенно как на пару? Я не люблю. Отрезал! Коротко, и я люблю. Доминик, это важно, это важно. Ты на кого не любишь смотреть? На себя. Кстати. На себя, на Катю я готов смотреть часами. И ее это иногда пугает, когда это происходит ночью. Катя, 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 то есть бывает. Я не пытаюсь объяснить, что это не шизофрения. Я иногда просыпаюсь в неделю, а он так лежит на меня, смотрит. Не обманываешь? Нет, я говорю, что происходит? Какая прелесть. Я просто тобой любуюсь. А ты любуешься? Чем она любуется? Конечно, я любуюсь. Когда он так подушками себя весь накрывает, там его не найти. Программа после 9-ти, 16-плюс. А вы знаете, эта программа, а мы 16-плюс хотели? Нет, а нет, извините, нет. Извините, нет. Слушай, ну а ты нормально, да, смотришь на себя? Ну я могу на себя иногда посмотреть, но только не в интервью, потому что я сразу нахожу какие-то изъяны и так далее. Мы это интервью вам, так сказать, запишем на флешку и все изъяны будем вынимать. Да, желательно мое лицо вот так крупным планом, если можно. Сейчас возьму, сейчас все сделаю. Изъяны и обезьяны. У нас небольшая рекламная пауза, друзья, буквально несколько. Поэтому нам нужно за время, и мы вернем. Надо все это оплачивать, конечно. Да, извините, пожалуйста. А у нас Катька Корина, Доминик Джокер, Лиза Галина и Майк Войс. Вот так мы здесь сидим. Определите, кто есть кто. А вот я теперь по голосу угадаю. Слушайте, а давайте вот в конце, вот все-таки выход последний, вот серьезно поговорим. Без всяких вот этих хаханек, вот этих... То есть он намекает, что выход все-таки последний. Да, да, да. А вы как? Дверь там, дверь там. Помнишь, анекдот был, когда где-то в Прибалтике человек просил, как пройти к гостиницей? Это без хиханек, да, серьезно поговорить. К гостиницей. На него посмотрел, прохожий говорит, вы знаете, вы пойдете прямо, прямо, и там будет вокзал. И все, и все. Но я обещал не смеяться, серьезный выход. Друзья, ну, в конце концов, прогиб же... Договорите уже. Да что ты меня перебиваешь все время? Ну что, такой долгий вопрос. Прогиб все-таки должен быть. Понимаете, может быть, у родственников я свадьбу проведу, а может быть, у друзей. Четыре года после этого брака вы счастливые? Никакие вот я вот сижу, кто нас слушает, кто нас... Пять лет вижу. Кто нас слушает, они видят очень счастливые люди, пара. Сейчас кто-то уже бросил... Как все сберечь? Как быть интересными друг другу? Вот как вы время проводите? Вот что вы делаете? Это реально важно. Некоторые не здороваются друг с другом после пяти лет. Квартиранты. Квартиранты, да. Нет, у нас все не так, на самом деле. Как? Так как у нас не очень много свободных вечеров, мы планируем как бы это все заранее. Иногда там скачиваем какие-нибудь сериалы или планируем куда-нибудь пойти. Кать, давай не заигрывать. Немного это сколько? Вот, допустим, в неделю, два? Ну да. Условно? Ну, условно. Недавно, например, можно, да, рассказывать? Да все, конечно. Недавно мы забирали деток, домсика. И? Вот, мы тоже с ними, кстати, дружим. Это про то, что... Просто у ребят очень реально дружная семья. Мы дружим с семьями, да. Да, у нас одна такая теперь огромная большая семья. Так. И что, не бесит друг друга родственники там другие? Аня, вечеров-то два, все нормально. Нет, родственники другие. В общем, мы ходили в такое классное, замечательное место. Называется музей экспериментальных наук. Экспериментариум. Экспериментариум, короче, да. И это было очень круто. Мы там веселились с домсом гораздо больше, чем дети. То есть поднимали там какие-то мыльные пузыри, слушали... Самый главный слоган. Правила поведения в экспериментариуме. Огласи, я тебе просто направляю, чтобы ты сказала. А, ну то есть можно все трогать, можно все ломать и не стесняться. Это прям для нас. Продописано. Мы очень любим такие всякие забавные штуки. Например, пойти там в театр иллюзий и так далее. Кидать там в стену тарелки. И спорить, кто больше сделает осколков и так далее. Недавно на картинге гоняли. Да. Короче, вам просто интересно. Нам весело, да. Нету секрета. На свое надо найти. Слушайте, мы весело. Мы, во-первых, очень легко срываемся. Мы очень легкие на подъем. Просто оба оба, что важно. Недавно домс приехал домой откуда-то с концерта или откуда-то. А я была дома. Я думаю, сейчас просто сделаем легкий ужин, посмотрим сериальчик. И он говорит, так, все, я пришел, давай собираемся, поедем с тобой в бар. Я такая, вау. Поехали. Мне не хватало, я объясню. Поехали смотреть матч какой-то хоккейный. Я даже не знаю, кто там играл, но было здорово. Какая разница. Алангар ЦСКА. Мы, дело в том, что мы никакие больше смотрели. А на людей. Не хватало мне какой-то шумихи, движухи, когда народ ходит мимо тебя постоянно. Там были такие очень странные. Сейчас наш пиар-менеджер просто в шоке там сидит. Очень странные были, не странные, а очень веселые студенты, которые кричали «Геофак», «БГУ», «БГУ». Но велели себя так, как будто они десентура. Но кричали «Геофак». Причем они пришли с каким-то кубком, поставили его на середину. А «Геофак» это, насколько я понимаю, геологический факультет. Или географический, да. Нет, наверное, геологический. Геологический, наверное. Может быть и географический. Это было неважно. Что географы, что геологи какие-то были такие достаточно агрессивно настроены в хорошем смысле этого слова. Ребята, веселились. Короче, трек «Бесконечность», я так понимаю, рвет планету. И клип тоже душевный. И чтоб в вашей паре было точно так же. Спасибо большое. Мы вам несказанно рады. И вы такие прям искренне прикольные. Бесконечной любви и понимания. Спасибо. Вот так не получилось, да, по-серьезски? Мы скоро вернемся, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо. Пока.